Всем привет, ребят! Меня зовут Кривошеев Денис и мой коллега Ян Новак. Мы вместе работаем в компании Snapview, замечательной компанией, где нас приобщили к интересному и познавательному миру функционального программирования. Вместе пишем там на ELM, о чем бы хотели вам сегодня рассказать. Ян? Да, сказано все правильно. Мы коллеги, мы пишем на диковинном интересном инструменте, про который сложно не говорить, потому что когда ты погружаешься в этот мир, то так или иначе начинаешь его ретранслировать. И про него сегодня будет сказано много и хорошего, и немножечко плохого, чтобы не создалось слишком розовое впечатление. Вначале мы немножечко поговорим вообще про подноготную языка, про типизацию, про всякие принципы, идеи, какие-то новые паттерны и прочее. А потом где-то, наверное, в конце первого доклада, в конце первой части или, возможно, даже уже во второй, мы перейдем к практической части. Там будет прям код. Мы постараемся сбилдить, ну, собрать небольшое приложение на ELM, чтобы после всей теоретической базы понять, а как это вообще работает, как на этом готовить. Доклад будет особенно полезен для тех, кто с ELM вообще не сталкивался, но хотел бы погрузиться в функциональную парадигму или вообще посмотреть на этот мир так со стороны. Там будет репозиторий, в котором все примеры, приведенные в презентажке, есть, и можно будет его скачать, потом самим поиграться. У нас доступен чатик в Телеграме, задавайте свои вопросы там. Я буду их транслировать Яну, в основном в конце доклада, но если что-то будет прям очень интересное, то придется Яну прерывать и задать ему этот самый интересный вопрос. Да, но основная большая дискуссия будет уже в конце второй части. Что ж, перейдем к докладу. Название в целом я уже проговорил, структуру тоже примерно описал. Мы погрузимся на два часа в функциональный мир и причем функциональный мир на фронтенде. Пока что это уже не единственный, но довольно интересный и такой, в принципе, довольно старый, но при этом малоизвестный, что странно, способ писать функциональный фронтенд. И сегодня мы с ним познакомимся. Итак, для начала, просто чтобы погрузиться в тему, перечень, небольшой перечень шорт-фактов. Первое, этот язык является ML-подобным. Вообще ML-подобный мне до знакомства с Илмом мало о чем говорила, потому что я знал про C-подобный. Это всякие там скобочки, и в операторы, и форы, и прочее. А ML-подобный — это что-то непонятное. ML расшифруется как мета-лэнгвич. И, по сути, он точно так же, как и C-подобный, включает в себя там семейство языков. К примеру, OCaml, Haskell, ну и Elm. Один из последних примеров. Первый релиз состоялся еще в 2012 году. Я думал, что вообще-то это довольно-таки рано, но когда стал гуглить чуть больше, узнал, что TypeScript зарелизился в том же году. Правда, там на месяц, наверное, позже. Так что Elm — ровесник с TypeScript, ну и в целом по развитию уже довольно зрелый инструмент. Как он вообще создавался? Был славный парень, звали его Эван. Слава богу, есть, все хорошо, бас-фактор в силе, но Эван жив. Эван решил где-то на втором, что ли, третьем курсе, что ему очень вкатывает функциональная парадигма. И что интересного было в том, что ему это вкатило, то что он решил принести ее на фронтенд. Ему понравился Haskell, и он плавненько начал писать свой язык, похожий на Haskell. Так, в принципе, и зародился Elm. Сначала он как курсовую работу это развивал, потом как дипломную. И после окончания MIT он не забросил это дело, собралось комьюнити. И, в принципе, по сей день язык разрабатывается как бы Эваном слэш комьюнити. То есть он как идейный такой главный мотиватор. То есть у него авторитарное право есть некоторое. Но в целом держится все на комьюнити, то есть не стоит за этим какая-то большая компания. Но об этом еще дальше скажу. Немножко базовых принципов. Это не то, чтобы истина в последней инстанции. Это скорее я просто захотел какие-то такие важные вещи подсветить, которые так или иначе понимаешь или к ним как бы приходишь по мере знакомства с языком. И эти концепции, они свойственны вообще, наверное, не только языку, а парадигме как таковой. Делайте что-то одно, делайте это хорошо. Это знакомая штука из Unix. В Unix тоже есть похожий принцип. Идея в том, что все должно быть, ну, желательно, по большей части нужно разбивать все атомарно, чтобы функции были небольшими, понятно названными, легко тестируемыми и предсказуемыми. К тому же еще желательно писать качественный код, как ни странно. И ELM в этом плане помогает, потому что он дает много ограничений, и накладывает много ограничений, которые на уровне как бы синтаксиса языка или вообще архитектуры языка немножко запрещают вам говнокодить. И в целом это все еще возможно, у меня получается, но это сложнее делать. Делайте невозможные вещи невозможными. Есть важная штука, называется Data Modeling. Это важная штука, которую на фронт-энде довольно часто беспристойно игнорируют. Потому что, ну, как обычно мы работаем с данными. Если нам что-то надо добавить, мы просто впихиваем еще один там флаг или еще одно поле в один большой объект. Ну, это я сейчас про плохой вариант работы с данными. ELM и в целом концепция программирования на ELM, она просит вас, прежде чем строить свою модель данных, хорошенько подумать о том, как выстроить модель так, чтобы она исключала как можно больше багов. То есть еще на этапе моделирования вы уже продумываете, а как сделать так, чтобы не нужно было тестировать код, а как бы данные были так устроены, что вы просто не можете баг словить. Вот, допустим, пример. Type-Alias, это сейчас уже пошел немножечко код на ELM, я переведу. Type-Alias это что-то типа как интерфейс в TypeScript. То есть вот представьте, что у вас есть интерфейс модел, и он содержит два флага. Это излоудинг и дейта. То есть происходит ли сейчас загрузка и там какие-то данные, которые могут подгрузиться. Это вариант самый простой, как это сделать. Какие здесь могут быть проблемы? Ну, во-первых, у вас может быть одновременно... одновременно неконсистентное состояние. То есть сложно будет выделить, в каком именно моменте жизни приложения вы сейчас находитесь. Если разделить эти моменты как бы на такие этапы, как на втором скриншоте, это опять же уже код на ELM. ELM позволяет создавать кастомные юнион-тайпы. Кстати, Денис, подскажи, видно ли курсор вот сейчас, когда я вожу? Да, курсор видно. Отлично. Вот этот тайп, это вроде как юнион-тайп в TypeScript, но чуть покруче. То есть можно создать свой собственный тип. И вы описываете, что есть лоудинг, есть loaded. И если вы в состоянии loaded, то есть еще какие-то дополнительные данные. Делайте кастомизацию сами. Изначально этот пункт вообще назывался «делайте все сами», но потом я подумал, что это слишком радикально, и чуть-чуть его смягчил. В ELM просто есть такая незыблемая истина, или скорее совет, что если вам нужно что-то сделать свое и небольшое, то в целом не заленитесь и напишите сами. Но это не означает, что как бы нет библиотек, или у языка там плохая поддержка, или чего-то не хватает. Скорее просто порою реально быстрее написать свое, если это что-то кастомное, чем искать под каждый чик библиотеку. Немножко о том вообще, как видится мне ELM в плане вот in a nutshell, прям в очень сжатом виде. Первое, что нужно знать, это то, что все вообще в ELME – это функция. За маленьким исключением, но в целом все, что вы видите – это функция. Сказывается это на том, что когда вы объявляете переменные, нет никаких ключевых слов типа function, var, const, let, ничего такого, как в JS, просто потому, что ничего больше объявить нельзя, вы только объявляете функции. На примере справа мы одинаковым образом, одинаковым способом объявляем как функцию, так и константы. Функция sum принимает два параметра. Параметры описываются сразу же, прямо вот перед равно, просто через пробел. И то, что следует за равно – это тело функции. То есть функция sum принимает два параметра, их складывает и возвращает их результат. Пока вроде все просто. Константы – это тоже функции, но от нуля аргументов. То есть здесь параметров нету, это просто десятка. Функция – есть цепочка выражений, и последнее выражение дает нам результат. В LME то, к чему довольно долго, наверное, надо привыкать, или скорее сложно привыкнуть по первое время, это то, что нельзя просто прийти в никуда, в пустое пространство, как в JS, просто в какой-то блок кода, и написать A равно 3, B равно 5, консоль log A, и создать еще одну переменную и сказать, что это A плюс B. В LME все происходит в каком-то контексте одного выражения. То есть все, что вы описываете, все ваши, ну, кроме глобальной области, вот условно, где я объявил сам и тест, это вроде как такой глобальный скоуп. Но все остальное, то есть какие-то локальные скоупы, они все только лишь замкнуты в контексте одного выражения, но не какого-то блока. Фишка в том, что выражения можно объединять в цепочке. Как именно, я покажу чуть позже, там есть специальный оператор, который очень легко и интуитивно, понятно все это объединяет. Но идея в том, что здесь мы просто объявили локальные переменные A и B, которые существуют в контексте применения их на функцию sum. То есть мы сложили A и B, получили, в тесте будет результат 25. Тест — это просто константа. Про типизацию. Elm, как я уже говорил, накладывает ограничения, и одно из ограничений — это его типизация. Она статическая. В целом, кстати, стек похожий, ну вот по трем параметрам, это то, как вообще устроено в TypeScript. Статическая, сильная и неявная. Ну, статическая, понятно, type mismatch. Если A было числом, то оно не может стать строкой. Сильная типизация запрещает всяческие преобразования на уровне языка. То есть нельзя сложить число со строкой. Ну и вообще операции между разными типами данных запрещены. Язык, интерпретатор, компилятор не делает никаких скрытых подкапотных преобразований. Неявная типизация — это уже про аннотацию типов. Пример из предыдущего скрина, слева сейчас. Видно, что никаких типов мы не писали, и все прекрасно, ну, это все прекрасно работает. Оно бы собралось, и оно бы заработало. При этом можно писать типы явно, и спойлер, так и нужно на самом деле. То есть даже если ваш тип — это просто константа, то желательно его указывать тоже всегда. Я это узнал уже на практике. Ко мне пришел Денис в ревью и сказал, что извини, но тут как бы так принято. И я потом понял, что да, действительно так надо, потому что потом, когда ты меняешь какой-то код, допустим, ты меняешь тело самого теста, и ты можешь банально забыть, вообще кем он там изначально был, или может не забыть, а там как-то напутать, потом напутать еще в другом месте. В общем, когда у тебя явно все прописано, то ты не забудешь как бы свои исходные. Но это только на топ-левел. Если мы опускаемся в уровень LED, то там объявлять уже не обязательно. Да, хорошее дополнение. Именно поэтому я не стал писать вот здесь вот на уровне LED типы, потому что здесь, как правило, типы пишутся только тогда, когда они какие-то лютые, то есть там прям какая-то большая функция, или прям когда это повышает читабельность. А в целом там можно опускать типы. Еще один важный момент про ELM. В JavaScript и вообще в мире программирования существует такой прием, как корирование. Это такая обработка функции, когда она после корирования начинает уже вызываться не со всеми аргументами сразу, а может быть вызвана с аргументами по отдельности. То есть вот, допустим, сейчас у нас есть функция sum. Она принимает два аргумента и может быть вызвана только с ними двумя сразу. Вот как на последней строчке. Мы объявляем sum от A и B, получаем 25, это я комментарий просто указал. Аналогичный код на ELM будет выглядеть вот так. В целом мы его уже видели. То есть то же самое, вот это на ELM. Пока все классно. Следующий слайд показывает уже конкретные различия между тем, как работают функции в JS и в ELM. Чтобы применить функцию sum только с одним параметром, изначально нашу прошлую реализацию нужно прям переписать. То есть нужно сказать, что с функции sum вернет там другую анонимную функцию, которая примет второй аргумент P2 и уже потом вернет нам их сумму. Этот код, в принципе, пока минимальный, он понятный. Можно, конечно, сделать там специальную функцию carry или как-то ее обозвать, которая принимает вашу изначальную функцию и потом ее карирует. То есть делает из вот этого вот это. Теперь в переменной тест будет уже лежать анонимная функция, которая к чему угодно, к любому числу прибавит десятку. То есть мы могли бы написать sum в скобочках A, а потом в скобочках B. В ELM, как видно, для того, чтобы превратить одно в другое, нужно было просто убрать один параметр. То есть мы раньше писали sum AB, теперь пишем sum B. И в переменной тест теперь лежит функция, которая к чему угодно прибавит десятку. То есть то же самое, что и на скриншоте слева. Подводя итог, в ELM все функции по умолчанию карированы. Их можно частично применять с любым количеством аргументов. Значит, поехали дальше. Код немножко показал. Сейчас еще небольшое отступление по поводу вообще главных фишек языка. Зачем на это смотреть? Зачем это учить? Почему нельзя просто взять и писать на реакте? Ну, из плюсов прям таких самых громких и знаковых это no runtime exceptions. Я специально поставил тут звездочку, потому что это реально достаточно достоверное, хоть и громкое заявление. То есть в ELM действительно практически никогда не может упасть ошибка в рантайме. По дизайну языка, просто когда вы пишете, там нет тройкача как такового. То есть там нет обработки ошибок, потому что ошибка обрабатывается в формате, знаете, обработка как данные. Есть как бы обработка варианта, когда у вас может упасть или когда произойдет ошибка, но это не смотрится как exception, это скорее предусмотренный реальный возможный вариант исхода событий, и вас попросят это обработать. Я тут немного ворвусь. Да, тут это еще не конец. Давай, продолжай. Я все-таки привел для примера вариант, который довольно простой, но уже может уронить ELM. Есть в конце, там, в самом конце презентации, я оставил ссылочку на список всех рантайм-эксепшенов, вообще встречаемых, встречающихся и известных в ELME. Какая-то из них часть уже фиксится, какая-то была пофиксена, какая-то не будет пофиксена, ну или скорее это очень сложно пофиксить, поэтому о нем как бы знают. И вот, допустим, в пример на экране мы объявили одну функцию, тест, потом вторую функцию, тест, два, и если мы попытаемся их сравнить, равны ли они друг другу, то это выдаст ошибку. Вроде простая операция. Почему так происходит? Потому что ELM достаточно умный, он не умеет в это, господи, soft equality, это как это по-русски, в частичное как бы сравнение. То есть, когда вы делаете сравнение на ELME, это всегда 3 равно в JSON. И он даже грамотно проверяет объекты на сходство. То есть, если у вас объекты, ну, объекты сравнятся не по ссылкам, а именно по значению, потому что там внутри лежит. И именно из-за этого сложно определить equality равенство функций. Это выдает ошибку, и это не будут фиксить на уровне компилятора, но хотят сделать так, чтобы, ну, вернее, на уровне языка, хотят сделать так, чтобы компилятор подсвечивал это как ошибку еще на этапе сборки приложения. То есть, он будет понимать, что вы пытаетесь сравнить две функции и вам выдавать ошибку. Про компилятор я еще чуть позже скажу в следующем графике. Я вот тут добавлю, что есть несколько ошибок, которые теоретически могут вызвать рантайм-эксепшн, но на практике за 4 года работы ни одной рантайм-эксепшн я так и не встретил в Элме. Поэтому это утверждение, оно очень близко к правде. То есть, как-то теоретически можно достигнуть этого рантайм-эксепшн, но на практике это не встречается. Следующий момент, приятный, удобный и полезный, про компилятор. Элмовый компилятор. Я бы его назвал компилятор с человеческим лицом, потому что специально, и у меня изначально скрина не было, но я решил привести хотя бы такой человекочетабельный и действительно валидный пример. Если мы создали константу my name, потом попытались что-то с ней сделать, понятное дело, компилятор выдаст ошибку, что она не определена, но он такое солнышко, что он даже предположит, как бы с кем-то, если что, мог его перепутать. И видно, что первый вариант, он больше всего и подходит. Ну да, и понятно, это встроенная тулза, ну это вообще элмовая тулза, и то окошко, которое сейчас видно, это скриншоты из WebStorm, то есть у WebStorm есть поддержка в таком красивом, понятном виде, в UI ошибок компилятора ELMA. На строчку, вот эту вот, где main 174, можно прям тыкнуть кнопкой, мышкой, и перейти на конкретную строчку, где выпала ошибка. Ну и в целом, да, если что-то компилируется на ELMA, то с большой долей вероятности это будет работать, как минимум, это не будет падать, потому что ELMA не падает 99,9%. Про красоту и чистоту языка еще сегодня скажу и покажу, но в целом, это практика частая, когда люди просто видят ELMA, начинают его учить, им нравится, и из-за архитектуры, из-за правильности, не знаю, из-за подхода, это хочется внедрять к себе в проект. Именно про это и речь. Следующий момент про думать иначе. ELMA это как бы новая парадигма мышления, не потому что ELMA такой новый, а скорее потому что это представитель функциональщины, чистой функциональщины. А у нас на фронте, в JS, хотя и внедряется много всяких функциональных штук, ну допустим, сейчас уже все привыкли к MapFilter Reduce, а это, в принципе, функциональные инструменты. Но ELMA еще сильнее погружает вас в новый контекст, и это хорошая разминка для мозгов, чтобы немножко так перепрошиться, то есть это вы не просто с React на Vue перешли, и там, типа, вы прокладываете аналогию, что вот здесь так, вот здесь так, в целом, те же яйца введет в профиль. Здесь прям совсем другая история. Буквально немножко пробегусь по недостаткам, очень коротко. Порой бывают проблемы с логированием. В целом, есть debug.log, функция аналогичная консоль логу, она принимает комментарии, которые вы хотите увидеть в консоли, и второй параметр, это, ну вот лучше смотреть вот на эту строчку, второй параметр, это число, в данном случае, ну в принципе, здесь может упасть что угодно, просто что-то, что вы хотите залогировать, и по итогу оно еще и возвращает то, что было принято вторым параметром. То есть вот число это же и вернется на выходе. Сделано это потому, что вот, это пока, наверное, сложно читать, но, допустим, есть какая-то цепочка выражений, и в самом конце вы хотите результат этого выражения залогировать. Вы пишете debug.log, пишете комментарий, падает сюда аргумент, и вы его возвращаете как результат работы функции. Окей. Коварность тут в том, что порою вот эта переменная может вообще не посчитаться, потому что в LME есть такая штука как ленивые вычисления, и компилятор сразу определяет моменты, где вы вообще не используете переменную. То есть если тест нигде потом не используется, то вот эта строчка вообще не будет залогирована. Не всегда автокомплит это субъективно, это просто для тех, кто любит WebStorm, как я. WebStorm иногда некоторые моменты не автокомплитит. Вот, к примеру, как на экране, я тут пытался сделать деструктуризацию, и второе поле в объекте, где A и B, он мне не подсветил, ну хотя вроде очевидно. Недоступен дебаггер тоже момент, что просто, ну как бы нету, извините. Вот это тот самый дебаггер, который позволяет взять и остановиться, не знаю, в рандомном, в рандомном кусочке приложения, просто чтобы оглянуться по сторонам. Вот у меня так нельзя, к сожалению, там есть DevTools, подобные тому, как есть в React или во Vue. но дебаггера классического джоускриптового нету, поэтому только логирование. Про небольшое комьюнити. Специально поставил звездочку, потому что оно хоть и небольшое, но при этом все довольно активно там обсуждается, то есть можно просто прийти в Slack канал Elma, вот там 22 776 человек на сегодняшний день было, и можно просто прийти, задать вопрос, и вам довольно быстро ответят, потому что активных там пользователей не огромное, но достаточное для того, чтобы решать вопросы количества. Теперь уже перейдем к более практической части. Для начала расскажу вообще, что мы будем делать. Это будет простецкое приложение, состоять оно из трех шагов. Первое это ввод имейла, и там будет один чекбокс. В принципе, сейчас я уже начну переключаться на IDE. Да, вот отлично. Чуть-чуть подлагивает, но надеюсь, что разберемся. Так. Да, подлагивает даже не чуть-чуть, а прям ощутимо. Ну ладно, не суть. Значит, я сейчас делаю, ну, у меня здесь есть commit-линия, по commit-линии я буду прыгать, и мы будем к каждому конкретному commit-ом. Ну и там будут соответствующие свайты про это. Для начала просто покажу демку вообще, что мы будем уметь делать. Ну, покажу простецкую форму на Elmia, то есть вот мы там можем ввести какой-то тип email. Ух, как долго она отвечает. Так. Да, у меня просто взлетает ноут. Но монитора, видимо. Нажимаем data consent. Ух, какой долгий ответ, господи. Ладно, надо привыкнуть. Второй экран, это подгрузка, здесь будет немножко про работу с бэкэндом. То есть вот сейчас мы подгружаем вот этот вот список офисов, подгрузился с бэка. Show is map, это просто чтобы показать архитектурно, как это вообще делать. Можно выбрать конкретный офис и ура, и перейти дальше. Третий экран, ну как экран, он в принципе тудушный, он был сделан опять же просто чтобы показать вот эту вот очередность, показать, как делать три шага. Значит, обновлюсь. Так, сейчас, секунду. Все просто очень сильно лагает, я не могу понять ли по причине браузера или по причине мака как такового. Да, IDF тоже лагает, так что придется так жить. Окей. Значит, авервьюшку сделали, теперь уже про изначальный сетап. Как выглядит вообще минимальное приложение на Elm. В общем-то, вот так оно и выглядит. текст — это просто текстовая нода. То есть, вот это вот файл main.elm, будущий наш. Чтобы собрать приложение, то есть, Elm транспайлится в JavaScript. По итогу, вот на третьем скрине видно, что создается файл main.js, и этот файл уже подключается к какому-то индексу HTML, он справа. На 11-й строчке видно что-то похожее на то, как монтируется приложение React. Там тоже есть, кажется, create app или что-то про init. Мы просто даем ему ноду, в которую нужно сделать init, ну вот ID-шка myapp, и все. Туда монтируется, то есть, вот этот элемент выпиливается, туда монтируется приложение Elma. Приложение Elma — это первый скрин. Elm make — встроенная утилита. Флаг debug нужен для того, чтобы подтянулись сразу DevTools. Потом покажу, как они выглядят и что они делают. Важный момент про Elm — это его архитектура. Она легла в основу редакса архитектуры. Ну, они не повторяют друг друга, но в целом довольно созвучны. Итак, первое — есть какая-то модель. Модель — это как бы наш склад, в котором лежат все данные, нужные для приложения. Так как мир у нас функциональный, то вьюшка, то есть отображение нашей модели, можно понимать как функцию от модели. Берется модель, с ней преобразуются, делаются какие-то преобразования, и мы получаем отображение. Дальше в этой системе должны происходить какие-то триггеры, какие-то события, которые меняют модель, ну, или просто как-то влияют на приложение. Эти события, во-первых, должны кем-то выбрасываться, есть, в принципе, два способа под это, но, допустим, пока будем говорить только про вьюшку, то есть, вот вьюшка, мы нажали на плюсик, вот сюда, вьюшка выбросила нам события. Должны быть специальные апдейтеры, или, как их в редакте называют, редьюсеры, которые ловят события и преобразовывают модель. Преобразовали модель, модель поменялась, поменялась, значит, и вьюшка, вьюшка, возможно, добавила какие-то новые элементы, и вот так это все крутится. В принципе, похожим образом, как и в редакте работает. То есть, если приложить полную аналогию с редактом, то модель это state, или store, вью это вью, апдейтеры это редьюсеры. А, ну и месседжи, вот эта вот нижняя часть, это экшены в редакте. Так, окей. Значит, это уже более серьезный пример того, как вообще есть такой базовый конструкт приложения выглядит на Elm. Я сказал про три важных, ну, фундаментальные части приложения. Это моделька, апдейтеры, вьюха. Окей. Моделька изначально, просто чтобы прям познакомиться, пусть будет пустой. Это пустой объект. Type-Alias, мы его уже тоже встречали, это типа интерфейс. тоже пока пустой объект. Окей. На тип можно пока не смотреть. Апдейтеры тоже функции, которые принимают первым аргументом месседж, это какое-то действие, вот эти самые месседжи, которые выбрасываются и потом должны здесь обрабатываться. И по итогу апдейтер должен вернуть новую модель. Ну, по идее и так, но по факту пока мы ничего никак, ни на что не реагируем. Вьюха тоже, это функция от модели, пока она просто возвращает нам текстовый hello. Окей. Теперь посмотрим на какой-то простейший, легкий пример. К примеру, мы хотим сделать формочку и там с парой кнопочек и инпутом. Это тот самый первый экран. Вот тут много новой информации, много кода. Вообще, кстати, к слову, возможно, кого-то смутит способ форматирования. Нет, это не у меня такие вкусоспецифичные, это вкусоспецифичные у Тулзы, которая называется elm-форматер. по первой, возможно, непривычно. Просто здесь нет такого, как в ESLint или в PTIR, тут нет правил, я имею в виду настраиваемых правил, там что-то, что можно как-то под себя переделать. Здесь просто дано все изначально и к этому довольно быстро привыкаешь. В целом, я специально расположил скриншот с версткой рядом с скриншотом. Сейчас, секунду. Специально расположил верстку результат и верстку как elm. видно, что справа есть что-то подобное структуре HTML, то есть есть форм, есть h1, input и так далее. Это все функции elm. То есть в elm есть elm.html, библиотечка встроенная в core языка. И она принимает два аргумента. Это два списка. Первый список атрибутов, второй список потомков. Список атрибутов, понятно, там в принципе все те же самые названия placeholder, value, class и так далее. Ну, даже вот для input есть required и он с соответствующим типом. Второй аргумент это список, он может быть пустым, если вдруг там потомков нету. Окей, надеюсь, хотя бы так отдаленно верстка не вызывает трудностей, потому что она по структуре похожа на изначальный HTML, просто понятно, так как здесь нельзя использовать чистую верстку, она была так подогнана, чтобы примерно выглядеть похожим образом. Мы немножко усложнили модель. В модели появился объект, то есть раньше это была просто пустая моделька, теперь есть email и checkbox. Пока что, кстати, заметьте, мы с ними ничего не делаем, мы просто их заиспользовали как значение для inputов, но в целом изменять input мы пока не пытаемся. Сейчас хотя бы просто привыкнуть, сделать вьюшку. Вьюшку сделали, вьюшка выглядит вот так, это даже будет работать, но получить данные, то есть получить доступ к input или checkbox мы не сможем, к сожалению. Давайте форму оживим. Есть три стандартных шага, которые, пройдя которые, можно добавить какой-то кусок логики в Elm. Первый, то есть мы добавляем какое-то событие, что-то новое, что будет выбрасываться Elm. Опять же, переходя на аналогию с этой картинкой, когда мы нажмем плюсик, что-то должно выплюнуться. Окей, добавили message или action, как в редаксе. Научим вью его выбрасывать и в апдейтере его словим и как-то там или модель поменяем или еще что-то сделаем. Значит, на примере кода. Первое, добавили, ну, вообще, про type. Я уже говорил, что type это что-то подобное, как union type в JavaScript, но если union type это только перебор или каких-то, знаете, там, конкретных строк, конкретных цифр или же интерфейсов, то type в Elm это прям совершенно новый тип, то есть вы создаете вот прям с нуля, то есть вот эти вот change email и change checkbox это не существующие какие-то сущности, это не описанные выше интерфейсы, их вообще раньше не было, просто вот мы пришли и сказали, вот у нас есть type message и у него бывает вот значение таких-то типов. Если еще более фундаментально, то вот допустим есть boolean, да, boolean это true либо false, то есть в мире ничего не существовало, потом пришли мы и сказали, есть boolean и у него есть всего два значения, эти значения могли называться кошка и собака, могли называться Петя и Вася, а мы назвали их true и false. Вот мы примерно сейчас так же пришли в пустой мир, элмовый наш мир и сказали, у нас есть type message и message бывает всего двух вариантов вот в нашем мире, есть только два способа что-то сказать. При этом у типов такого рода есть, как я их называю, кармашки. То есть вот видно рядом с change email лежит какой-то string, а рядом с change checkbox лежит какой-то bull. То есть этот тип сам по себе еще и идет в паре с каким-то кусочком данных о нем. То есть вот представьте, если это люди, то реально у них есть с собой какой-то кусочек, не знаю, в куртке какой-то кусочек информации лежит в кармашке. Кармашков может быть несколько, но об этом позже. В данном случае есть строка у change email и bull, что логично, у checkbox. Дальше мы должны повесить обработчики. тут все точно так же, как и в прочих фреймворках. On input, on check. Здесь, опять же, момент. Мы, как видно, просто передаем change email как функцию конструктор. То есть вот это можно понимать change email как функцию. Если дать в change email, то есть если использовать change email как функцию, передать ей строку, она создаст экземпляр вот этого типа месседж. Сейчас такие базовые штуки специально очень дотошно, очень подробно объясняю. Если слишком подробно, тоже можете написать, буду менее подробно объяснять. Значит, мы накидываем обработчики как просто функции. Потом они будут вызваны с новыми значениями. И слева внизу updater, он похож, наверное, на редюсер, прям классический редюсер, где есть модель, модель равно store, и модель просто, ну вот помните, там spread-оператор, перезаписываем поле. Вот это то же самое, ну почти, на ELMO-ом языке. Здесь из интересного могу сразу сказать, что если в JS вам никто не запрещает просто пробросить какое-то новое поле в момент спреда и создания нового объекта, то вот тут такая штука не прокатит. Здесь вообще дисклеймер, на самом деле это не объекты, это рекорды, и в терминах whole-p объекты это немножко другое, здесь объектов нет как таковых, это функциональщина. Но я буду для удобства говорить объект, потому что это привычно созвучно и понятно. Здесь вы можете перезаписывать только те поля, которые уже были созданы раньше. То есть вот модель, сейчас курсор, модель изначально имел два поля email и checkbox, и только их можно перезаписать. Надеюсь, пока с этим ок, пока понятно, можно ехать дальше. Ну да, по тому, как это работает, когда мы нажмем checkbox, выкинется в Elm runtime message а-ля action, и вот такая классная штука называется Elm debugger. Elm debugger это не тот debugger, которого нет в ломе, про который я уже сказал, это dev-тулзы, подобные тому, как есть во всех остальных фреймворках, то есть там можно посмотреть слева на историю событий, на историю всех месседжей, которые падали, и при этом посмотреть, как менялся state по истечении этих событий. Причем здесь очень хорошо работает time machine, то есть можно прыгать по можно прыгать по месседжам, и ваше приложение будет меняться в зависимости от того, как оно выглядело на каком этапе. Окей. По ходу доклада я периодически буду прерываться на просто такие сахарные моменты, просто каких-то приятных, полезных или интересных штук, которые умеет Elm. Первая такая штука это то, что type.lyas это не совсем то же самое, что и интерфейс в TypeScript, потому что type.lyas мощнее. Type.lyas умеет работать еще и как функция конструктор. Это хорошо видно, кстати, вообще как видно, потом отпишитесь в чатик по поводу масштаба, просто у меня это довольно крупно, но мало ли. Функция конструктор принимает те поля, которые описаны в интерфейсе и может выдать, по сути, экземпляр рекорды, рекорды, объекта в нашем дисквеймер понимании. Если раньше мы просто описывали пустой объект, то теперь можно писать personal data как функцию, ну, просто написать, передать туда два параметра и мы создадим аккурат то же самое, что и на левом скрине. Ну и да, type.lyas можно пропихивать в другие type.lyas то есть вот теперь у нас model это прямая ссылка на personal data как другой алиас. Как конструктор можно будет использовать только personal data, то есть вот только этот алиас. Model вот так использовать уже будет нельзя. поговорим про бизнес-логику. У нас есть, как я говорил, три экрана. Первый мы уже сделали. Это форма, где email и checkbox. Теперь самое главное нужно сделать какое-то событие, событие перехода, то есть переход на следующий экран. Следующим экраном будет выбор офиса. Ну и там третий экран еще будет выбор слота для интервью, но мы его не будем реализовать, просто посмотрим, как бы подготовим почву для него. нужно больше экранов, то есть нужно добавить специальную функцию, типа транзит или там next step, как перейти с формы на следующий шаг. Что для этого нужно сделать? Нужно поменять модельку, поменяем модельку, придется починить вьюху, придется починить апдейтер. Ну, поменять модельку, я имею в виду, что нужно добавить какую-то информацию про следующий шаг. Окей, добавляем. Точно так же как мы когда-то пришли и сказали, что есть type message, теперь мы приходим и говорим type model. Это уже еще один пример вот этого union type ELMO, его применение, и уже пример вот про тот самый момент, когда есть несколько кармашков. То есть, если union type это человек, экземпляр его человек, то вот это кармашек номер один, а вот это personal data кармашек номер два. Видно, что в кармашках лежат не просто строки или boolean значения, как в прошлый раз. Это уже полноценные другие рекорды, то есть объекты, и можно даже объявлять их, описывать их как type полиасы. То есть, здесь уже только название типа интерфейса. Окей, модель теперь не просто объект, такой обычный рекорд, как раньше. Теперь это что-то, что-то, что отдельный тип данных. По отдельному типу данных в ELMO есть только один способ пройтись, это оператор case. Он будет на следующем слайде. Ну и да, мы теперь немножко иначе инициализируем нашу модель, потому что есть type алиас personal data и еще есть вариант типа personal data step. Теперь мы чиним вьюху. Вьюха это что? Это функция от модели. Взяли модель, получили ее отображение. Окей, модель поменялась. Теперь это не чистый объект, а набор вариантов. Personal data step с каким-то кусочком своих данных, то есть вот здесь уже можно получить к ним доступ и choose office step, в который мы пока впихиваем debug to do. Debug to do это волшебная штука, он подходит абсолютно везде, то есть его можно впихнуть прям в любую дырень, он залатает любую типизацию, его нельзя использовать на продакшене, он банится там специальный, кажется, тулзой Elm review, в общем, любые чеки, если вы попытаетесь запушить Elm to do, скорее всего, на вас начнут ругаться. Почему? Увидим. Но пока это удобная штука, тут можно написать комментарий, и это будет работать. Но комментарий просто для вас в будущем. Окей. Чиним апдейтер. Апдейтер можно сделать чуть более умным или скорее более определенным. Раньше апдейт ориентировался только на месседжа. То есть вот был месседж, он был двух вариантов. Мы либо email меняем, либо checkbox. И все. Теперь же модель стала как бы двухвариантная. То есть мы, возможно, сейчас на первом шаге, а, возможно, на втором. И мы можем сделать кейс, кейс-оператор, по кортежу, то есть по связке того, что сейчас является месседжем, а что является моделью. И этот кортеж потом так и распаковывать. То есть если у вас типом является и первый, и второй элемент кортежа, то можно обращаться к конкретному элементу, ну, конкретному варианту. Вот раньше мы прошлись по change email, change checkbox. Окей? Окей. Теперь вторым параметром кортежа можно еще и развернуть модель. И пока мы, ну, просто чтобы прям все сделать хотя бы как оно работало раньше, мы просто открываем те варианты, которые уже были описаны. То есть то, что было на левом скрине, это состояние personal data step. Наш первый шаг, наш шаг с формой. Мы описываем все то же самое, пересоздаем немножко иначе теперь уже модельку, и все, что остается, и это важно, кстати, то, что на этом этапе, если бы я просто вот ничего больше не делал, то компилятор бы не собрал приложение. Компилятор бы заругался, сказав, что братишка, обработай, пожалуйста, еще два случая. То есть комбинаторика 2 и 2, получается, что у нас есть четыре варианта, ну, четыре ветки кейса, а я обработал только две. Он попросит обработать еще две. То есть кейс должен быть не избыточным, а типа достаточным. Нужно обрабатывать все возможные варианты. И есть, конечно же, вариант, как это обойти. Я говорю, что окошко для говнокодинга, оно все-таки остается. И вот его я здесь, ну, не знаю, хорошо или не хорошо, но показал. Это underscore, это как бы бездонная яба, яба, бездонная яба, в которую упадут все остальные варианты, которые вы не обработали. Просто чтобы быть хотя бы немножко корректным, я второй аргумент, ну, второй параметр описал прям словами. То есть choose office step это второе состояние приложения, второй вариант модели. Сейчас вернусь. Вот, просто чтобы обновить памятью вот эти два варианта, и мы сейчас их обрабатываем в апдейтере. Если вдруг мы добавим еще один вариант модели, то кейс опять заругается, скажет, окей, у меня есть еще один вариант второго параметра, обработай его, пожалуйста. Все, окей, идем дальше. Теперь мы должны то самое событие next step, то есть как-то вот что-то, что произойдет по нажатию на submit, должны его добавить и потом на него отреагировать, то есть перейти на следующий шаг. Окей, мы уже говорили про три шага, это добавляем, потом выбрасываем из вьюхи и потом ловим, ну и изменяем модель. Посмотрим, как это выглядит в коде. Значит, раньше type message, мы вот говорили, как бы был пустой мир, пришли мы и сказали, есть два варианта что-то сделать в нашем приложении, это email поменять или checkbox. А теперь есть третий вариант, это next step. Окей, коль появился третий вариант, то есть два момента, где нам нужно его подхватить. Это первое, выбросить его во вьюхе, то есть при нажатии на submit я хочу, чтобы next step выкинулся в runtime. Вот это странный, не знаю, страшноватый кусочек, он просто делает prevent default под капотом, ну в принципе по первому названию и так понятно, и выбрасывает нам next step события. Дальше я привел скрин апдейтера, это как раз таки обработка нового созданного события именно в паре, в картежной паре. Вот первое next step, потом идут разные варианты реагирования на это событие при том, какая сейчас модель. Потому что если мы переходим с первого шага на второй, мы знаем, что делать, а если со второго на третий, то пока не знаем, потому что третьего шага еще пока нет. И опять же, да, впихиваем сюда тудушку. Я уже говорил, что в тудушках есть своя соль, и соль в том, что это один из способов вызвать runtime exception в LME, но это как бы задокументированный и в принципе ожидаемый способ, то есть тудушка просто упадет, если вдруг исполнится. Если сейчас нажать на submit, то все начнет бесконечно падать, потому что тудушка у нас лежит во view, а view будет бесконечно ререндериться, будет падать ошибка и крашенца вкладочка. Нехорошо, надо переделывать. Значит, прежде чем мы переделаем, я покажу еще один сахарный моментик про деструктуризацию. Я уже в примере с автокомплитом показал, что порою автокомплит на деструктуризацию не до конца реагирует, но сейчас не об этом, сейчас про то, как вообще выглядит деструктуризация в велме. Это кейс-ветка. То есть вот мы сейчас прошлись по модели и допустим мы разворачиваем первый шаг модели. Мы можем развернуть кармашек в виде объекта сразу по полям. Ну, в целом, тут, наверное, аналогия такая понятная. Здесь personal data это record с двумя полями, вот он сверху описан, и мы сразу достаем его поля. Все как в JS, все окей. То есть здесь просто из интересного то, что можно сделать это на месте прямо, когда мы разворачиваем кейс. Из прикольного, из того, что в JS нету, и то, что мне реально прям хотелось бы там иметь, и то, что Elm умеет, это возможность развернуть, а потом свернуть обратно. То есть вот на нижнем скрине, на строчечке, видно, что я сначала достал какие-то там поля, email, чекбокс, а потом обозвал это все обратно в какой-то другой алиаз. То есть можно таким образом одновременно обращаться и ко всему объекту целиком, и к отдельным полям. Это мне прям пару раз реально нужно было в JS, и в Elm так можно делать. Теперь давайте перейдем к следующему скрину, к следующему экрану, где будем работать. Нам нужен какой-то список офисов, и нужно его, во-первых, как-то создать, во-вторых, отрендерить. Окей, для начала возьмем список замоканных строк, просто чтобы прям максимально упростить, замоканные строки, и мы хотим добавить какое-то поле selected office, то есть наш текущий выбранный офис. Впихнем ему первую или вторую строку по умолчанию, и вот теперь уже классическая задача фронтенда, отрендерить список строк, ну или просто замапить список и сделать из списка верстку. Как это выглядит на уме? Ну пока это довольно, наверное, странновато, или так как сложно читаемо выглядит для людей, не сталкивавшихся раньше с умом, но в общем-то пойдем по строчкам. Здесь просто описание ul, то есть тег ul аккурат такой же, как и в html. Дальше идет весь второй параметр, вот он в скобочках, это все, второй параметр. ListMap возвращает список, точно так же, как и в JS, здесь пока ничего нового. ListMap принимает два параметра, первый это анонимная функция, второй это список, по которому анонимная функция будет проходить. Ну и в анонимную функцию, то есть вот так с помощью обратного слэша она в lme объявляется, это по аналогии с тем, как вот в скобочке в JS и потом стрелка, вот здесь обратный слэш, потом аргументы и потом стрелка. Ну и дальше мы, понятно, не пишем никаких скобочек, ничего дополнительного не пишем, потому что, как мы помним, в lme есть только одно выражение, в контексте которого что-то происходит, то есть анонимная функция это всегда одно выражение, которое, спойлер, можно объединить в цепочку, но это я позже покажу. Пока что, окей, это просто одно выражение, которое является функцией ли. Ну, ли это функция, равно-равно это тег в HTML. Первое, что мы принимаем, это список параметров. Здесь просто указывается один конкретный класс selected, который будет добавлен в элемент, если он соответствует выбранному офису. Ну, то есть, если мы хотим его как-то подсветить там или как-то на него указать, то он будет выбран. И дальше мы просто пишем текст в виде строчки, которая пришла как раз как очередной параметр, как очередной элемент списка. Вроде все элементарненько, но в плане все довольно атомарно, все по кусочкам. Окей, пока просто мы добавили список строк и его нарисовали. Пойдем чуть дальше. Кроме того, что у нас есть рендеринг, хочется еще иметь какое-то событие, типа выбери офис. Ну да, вот select office оно так и названо было. То есть мы приходим в тот же самый type message, где у нас уже три разных варианта. Это про email checkbox и next step. Теперь появляется еще select office. У него тоже есть кармашек. В кармашке у него лежит стринг. Это будущее значение нового выбранного офиса. On click мы вешаем обработчик вот сюда. То есть вот в эту лишку, в атрибуты, летит обработчик on click. Обработчик уже принимает конкретное значение. То есть если раньше мы передавали допустим change email как функцию конструктор и мы ожидали, что нам потом где-то прилетит новое значение строки, новое значение input'а или новое значение чекбокса, то сейчас мы уже указываем, то есть по сути мы создаем экземпляр, экземпляр месседжа, то есть вот то, что будет выброшено. И on click просто по клику выбросит уже готовый сформированный месседж или там экшен, как хотите называйте. Остается только его поймать. Первое, что нужно добавить, это формально, так как кейс у нас просит обрабатывать вообще все, то нужно добавить еще обработку пары кортежной с первым шагом. То есть у нас как будто бы это событие могло прилететь еще и на первом шаге. Вот здесь уже про, наверное, моделирование данных, то есть можно было бы, наверное, как-то заморочиться, чтобы это событие могло происходить только на втором шаге. Но это прямо уже заморочится. Пока что оставим попроще. Если пришло событие, в момент выбора офиса мы хотим пересоздать первый аргумент, то есть перезаписать choose data, вот этот вот первый кармашек. Второй кармашек остается неизменным, мы просто его пока сохраняем. Окей, поехали дальше. Теперь это выглядит вот так. Мы имеем формочку, формочка после сабмита переходит на список, который пока что просто список замоканных строк. Есть выбранный, там второй, допустим, предвыбранный офис, и по клику мы можем выбрать другой офис. Момент важный, что мы уже предвыбрали второй офис, но по-хорошему хотелось бы не выбирать заранее. То есть мы просто приходим и видим пустой, ну не пустой, а скорее одинаковый список из черненьких офисов. Я бы хотел тебя прервать. У нас тут хороший вопрос от Кирилла Новик. Одним из преимуществ функционального подхода это то, что можно легче разрабатывать через тестирование. Насколько это актуально для им сообщества? Как ты вообще относишься к тестированию? К тестированию из-за того, что у нас довольно высокие требования к коду, отношусь хорошо, меня научили к нему относиться хорошо. В целом ELM предоставляет тесты из коробки. То есть не надо скачивать какую-то дополнительную библиотечку типа жеста или какую-то еще стороннюю вещь. У ELM есть тесты, там юнит-тесты, то есть тесты-верстки на ELM. То есть можно тестить ELM на ELM. И это как бы хорошая практика тесты писать. Причем в ELM часто используется фаст-тестинг. Фаст-тестинг это способ выбрасывать себе такие тестовые данные, чтобы проверить как можно больше разных вариантов. То есть вы не пишете там замоканное, если вы, допустим, тестируете какую-то функцию, которая принимает строку, и там с этой строкой что-то делает или на нее как-то реагирует, вы не пишете вот эту принимающуюся строку сами, вы ее не мокаете. Есть специальный файзер, это так называется вот эта штука, выдающая данные. Файзер может выдать вам огромное количество разных строк, разной длины, там от пустой до шикарно здоровой на разных транслитах, раскладках с дефисами, скобочками и так далее. То есть это способ как можно сильнее изнасиловать ваше приложение, чтобы протестить вообще все разные варианты событий. И в общем, да, тестирование в Elm есть, хорошее, удобное, на все том же Elm, еще и вот с этим файзинг-подходом. Денис, если есть что добавить, можешь тоже прокомментировать. Ну, наверное, ты все в общем сказал, я только добавлю, что файзинг-тестинг используется в основном, то есть практически нет тестов на основе наборов данных, которые заранее предоставлены, и он позволяет находить всякие разные edge-кейсы, то есть нули, пустые строки, nothing, все вот эти вот комбинации данных, которые возможно вызовут какие-то проблемы по логике, они автоматически очень быстро находятся. И это, я бы сказал, это другой уровень тестирования, по крайней мере юнит-тестирования. Да, в целом тут уже у меня нечего добавить. Я смотрю, что у нас до конца эфир минутка, здесь следует еще, наверное, довольно большой блок, я уже за минуту его не расскажу, в целом на этом моменте можем прерваться, дальше будет продолжение практической части, мы подключимся к бэкэнду, там будет показательный пример, как вообще работать с бэкэнда, потому что обращение к бэкэнду это сайд-эффект, мы обещали мир без сайд-эффектов, но они все-таки существуют, их надо как-то обрабатывать, вот это будет буквально там двумя слайдами позже, и во второй части будет больше переходов на IDE-шку, я там буду показывать код в лайве и возможно что-то в лайве менять, вот если будут какие-то вопросы. Первую часть можно оценить, пожалуйста, сделайте это, если вам не сложно, и во второй части у нас будет дискуссия по окончанию, поэтому всех милости просим. сайд-эффекта, и сайд-эффекта,